И сегодня же глава республики подвел итоги социально-экономического развития Янтиковского района. О ключевых показателях и задачах на будущее в сюжете Дмитрия Ковалева. Растут объемы водожилья, снижается безработица, пополняется доходная часть бюджета. Глава региона отметил, что социально-экономические показатели Янтиковского района улучшаются, но и нерешенных проблем еще немало. Одна из них – теневая занятость. Порядка трех тысяч жителей муниципалитета получают зарплату в конвертах. Только в прошлом году казна района недосчиталась более 25 миллионов налогов. Они должны доходы свои показать, 13% заплатить. А в то же время она создает определенную социальную напряженность, потому что одни платят, другие не платят. Поэтому здесь взыскательный подход будет к ним. Местным властям необходимо продолжить работу по взысканию долгов с арендаторов муниципального имущества и земельных участков. Заложенность на 1 января 2018 года составила 647 тысяч рублей. В целях взыскания просроченной заложенности в 2017 году направлено 58 претензий на сумму 791 тысяч рублей. Из них в досудебном порядке оплачено 359 тысяч рублей. Еще одним дополнительным источником пополнения бюджета района послужило вовлечение в хозяйственный и налоговый оборот. Базовая отрасль Янтиковского района – сельское хозяйство. Только в прошлом году аграрии муниципалитета реализовали три инвестиционных проекта. На одном из заводов ввели в строй современный цех по переработке молока. Вообще хозяйство района занимают передовые места по надоям. Производство мяса составило 385 тонн или 105 процентов. Молока 12 048 тонн или 106 процентов в предыдущем году. На двое молока на одну корову за 2017 год составили 5470 килограммов, что на 122 килограмма больше к 2016 году. Янтикова нуждается в дальнейшем благоустройстве. И это хорошо понимают местные жители. В рамках программы развития общественной инфраструктуры в муниципалитете было реализовано пять проектов на сумму 8 миллионов рублей. В этом году на конкурсный отбор было подано лишь две заявки. Мы рассчитываем на вас вместе с вами с учетом включенных объектов, проектов в республиканские государственные программы строить, вводить новые объекты для того, чтобы создать комфортную среду для молодежи. Требования населения растут. С учетом повышения качества жизни люди еще лучше хотят жить. Это очень даже правильно. На рабочей встрече глава региона расставил акценты перед местными властями. В бюджете района должна вырасти доля собственных доходов. Вкупе с субсидиями, которые поступают из республиканской казны, это должно обеспечить реализацию ключевых муниципальных программ. Сейчас для стабильного развития района у депутатов и главы администрации есть все рычаги. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.